Друзья, добро пожаловать на восьмой тур пасты четвертого сезона. И да, горе только увеличится с каждым разом. Про то, что я забыл, об этом поговорим чуть попозже. А вот то, о чем я помню, это то, что в этом туре у нас все перевернулось с ног на голову, и мы пошли в обратном направлении. Ну, как бы шли вперед, шли. Надоело. Давайте, говорит, обратно пойдем. И пошли, и я снова встречаюсь с теми игроками, с которыми я уже играл. Но у нас как бы более сбалансированные растера будут, и должны получиться более сбалансированные партии. А мне хотелось бы идти по дну. Но для меня это плюс, потому что я-то как раз выходил в топ. Я на дне ползу, и должен был дальше играть с теми игроками, у которых выпало лучше, у них больше ПП. Я бы как бы там бы вот это вот все, что было в прошлом туре со мной. Там как раз Михаил меня превосходил. Но мы поменяли формулу. Будем считать, что настоял я. Как бы так выпал. Ребята, я не хочу иметь с этими чуваками стопы. Дело можно мне обратно вниз. И мы покатились вниз. Так что сегодня я играю с Ильей. Давайте, кстати, посмотрим на его растерок. Наша армия генокульта на текущий тур. Все еще та же самая тактика. Плюс к муву, плюс к силе на чердже. И нас нельзя провалдить на 1-2. Что позитивно и хорошо ложится на то, что у нас у всех третья тахна. Все еще у нас остается 2 отряда Неофитов. 1 отряд Аколитов. 2 отряда Метаморфов. Наша машинка. Бункер Орочей, который мы отжали в первом туре. Биофагус. Наш варлорд, снайпер Шакал Альфус. И наше новое приобретение. Наконец-то у генокульта появится психофаза. Мы получили Магоса в прошлом туре. Это великолепно. Наконец-то хоть что-то новенькое будет происходить. Посмотрим, как это зароляет в новой партии с Денисом и его ДГ. Второе важное изменение в этом туре. Мы отказались от вторичных миссий, которые нам мешали по факту. Потому что не для всех все было одинаково. В том плане, что у кого-то удачно получалось с миссиями. У кого-то совсем нечего было выбрать. И заранее было понятно, кто в этой партии выиграет. Так что мы просто выкидываем их нахрен на мороз и вносим Tempest of War. Это новое название для старого Мейлшторма. Когда ты просто тянешь миссии, там написано в этом ходу, пожалуйста, пойди вот сюда. И такой, ладно, понятно. И как вы понимаете, они будут в целом одинаковы для игроков. Да, кому-то может зарандомить лучше, кому-то хуже. Но как бы паста про это, вы сами понимаете. Кинул кубик, живешь с этим. Так что, да, давайте посмотрим мой ростер и отправимся в это замечательное путешествие. Гвардия Смерти. Рота, которая в рот накладывает всем, кто хочет этого сделать. Потому что что? Правильно подтягивается за стратегемку и имеет интересные артефакты. Ни разу за все время я не подтянулся. Видимо, потому что пропускал физподготовку. Ведет эту армию наш Мухажук. Он уже псайкер. Может Миазмов-Пестлинс кастовать на любого, на кого захочет из своих пацанов. Его сопровождает брат-капитан Серых. Раньше Серых, а теперь очень прогнивших рыцарей. Тоже умеет кулдовать. И также у него классное всякое вооружение. Плюс полный ролл Тухи Тул. Тул, Тул, Тул. Нет, только Тухит. И 5 ФНП. 10 культистов. 10 паксов. И 10 фаер-ворьеров. Это наш Трупса. Скорят. Не умирает, я надеюсь. Или умирает. Как пойдет? Черт его знает. Посмотрим. Элиточка. 5 престов электрических. Которые всех обнимают, целуют и наполняют гнилым электричеством. Как выглядит электричество, которое прогнило? Черт его знает. Ваше воображение вам подскажет. Дверинка, чтобы это все перевозить куда-то вдаль. И печка, чтобы напоминать о доме. Стоит, коптит. Теплом одаряет. А как вам кажется, друзья? Чего-то не хватает, возможно? Кто у нас самый внимательный? Ну-ка, возьми-ка с полки пирожок. Да, Денис забыл взять. Что? Что? Что должно быть в ростере, чего Денис забыл? Ну, кто знает, тот знает. Кто не знает, скоро все поймет. При температуре 21 градус, относительной влажности 30%, мы начинаем битву при вот такой вот расстановке. Нужно скорить одну точку и больше, чем у противника. И третья важная штука, но это не изменение, это просто, как бы, восьмой тур наступил. Штор у нас следующий. Как бы, можно тратить вражеские КП для своих стратегем. И, мне кажется, как бы, до партии и на первый ход начинается крайне странная игра. Потрать все нахрен свое, чтобы, во-первых, не дать противнику, а, во-вторых, как бы, его КПшки выжать, чтобы он тоже ничего не мог сделать. И тут, конечно, очень многое зависит от того, чей первый ход. Например, у меня на первый ход можно включить бомбарду куда-то, да, за 3 КП. Потом можно сделать за 2 КП флеш-аут-брейк. Это увеличение контагиона. Плюс у меня всякие дорогие вещи, там, вскрыть за облаком мух на вражеский шутинг. То есть, короче, типа, если я первый хожу, я, скорее всего, выжру все свое и еще начну кушать ульи его. КПшки. А потом начнется игра на 1 КП у каждого игрока, который, типа, если ты не потратил быстро, достаточно, в команд-фазу там, да, то у тебя его нет. И у меня в этом плане есть интересные варианты. Восстанавливать баксов и срать, например, марталками в команд-фазу в противника. Но тут, правда, нужно врезаться в него, чтобы это использовать. Там есть, например, за 2 КП в 7 дюймах, но у меня не будет 2 КП для него. Я только могу использовать та, что, типа, бьет в себя марталку, и 2D3 марталок рассыпает в тех, кто в engagement RG. И, как вы понимаете, для этого нужно моими характерами врезаться в противника. Смогу ли я это сделать? Я очень постараюсь. Но Шторм, конечно, странный, который партию... То есть, по сути, стратегем не будет полезных. Ты будешь пытаться использовать хоть что-то, чтобы противнику не дать использовать хоть что-то. На столе это выглядит вот так вот. Здесь у нас генокульт. Сидят разные пареньки. Точка здесь. Это баночка бункер босса. И кто-то где-то когда-то почему-то растален. Мы все узнаем, пока они находятся там. Мой угол то. И печка, как бы, обманывает вражеский бункер. Там ринка с мухожиком и пристами. Здесь ринка со страйк-тимом. Там культисты у точки моя вторая. Вот здесь поставлено в дип-страйке наш батл-брат. И спаксы тоже ушли, но они в обычный резерв. Если честно, что-то моя формула не работает. Потому что я бы хотел, как бы, там с каким-нибудь растерком более, ну, скажем так, благонадежным сражаться. Но генокульт это просто жопа. Как бы два отряда неубиваемых по 10 пацанов. Они, если что, за свое знамя D6 в каждую команду фазу возвращают. Вот ты, как бы, половину отряда спилил. Она вернулась. И ничего с этим не сделаешь. И еще три отряда по пять пацанов, где, как бы, D3 возвращаются. И у меня нет такой ураганной стрельбы, чтобы выносить этих парней. Да, это бомжи, как бы, в пятом арморе. Но вот у меня, например, мой лорд. У него есть, как бы, пил-топор, пила-меч и все. Что он будет делать? Даже, как бы, кидая свой череп, он не может... Он десятку вряд ли убивает заход. Что у меня с моим ртом. Так, я, видимо, испугался сильно. Короче, я не очень понимаю, что делать, как в целом атаковать этот ростер. Потому что нужно либо, как бы, идти таким кулаком прям бить туда. Но! Они же разбегаются в разные стороны. Засовываются все время в подземлю. Как бы, мы сейчас смотрим на стол, там ни хрена нет. Какие-то блипы эти дурацкие. И, соответственно, еще в куче в резервах пацанов. Как с этим сражаться? Я чувствую себя, как имперская гвардия, которая пытается подавить восстание этих гинокрадов на планете. И не знает, куда толком бить. Потому что никого нет. Проделение первого хода. ДГ кинуло двоечку. И терочку. Начинают гинокультисты. Как сказал Илья, верните 2007 год, скрываясь нахрен. И такой, типа, здесь вышли девчонки. Еще мальчишки окружили девчонку, которая колдует. Здесь с большим таким хватом пришли. Это метаморфы? Акалиты. Акалиты. Это обычные неофиты. Альфа-доминатус вышел здесь. И все остальное у нас отсутствует пока что. Фаз движения никто не двигается, кроме Альфа-Жакала, которая проезжает из-за стеночки. Вот туда вот так вот. Отъехал. Фаза стрельбы. Открыл бункер, который вот туда вот поставил свой гейс. И в печку закинул сейф. Провалили. И также из Биг Шу. Пострелял в нашу ринку. Тоже провалили. Далее. Неофиты справа фланга через лес всего. Достреливают в риночку мою. Сейсмик Кэнон один раз пробил. Четвертый не откинут. И от обычного третий, да. Семь вундов осталось у риночки. И с Лео неофиты только этот парень видел своих большой пухой. Нам занялся еще один четвертый. Еще провал. Еще два. Отвалилась уже в пяти наша ринка. Расстреливают вообще. Альфа Джекал. Стрельнули снайперки в ринку. Попал пробил, уже марталка. И еще нужно кинуть один пятый. Нет. Жесть, друзья. В одной вунде наша ринка. Просто после стрельбы трех пушек. Вроде кинокульт. Вроде пара тяжелых орудий. Я такой спокойно ставлю ринки, чтобы куда-то ехать. Попытаться хоть куда-то кого-то довезти. А они начинают косплеить Ильдар из той партии. С Михаилом Михеевым. И да. Конечно, две ринки они не сломали. Но по сути, та ринулька. Которая везет нашего мухожука и пристов. Но она уже никуда не доедет. Ей нужно переехать через мной же поставленный забор. Потому что, как бы я думал. Ну, я-то его точно перееду. С 12 умом плюс D6. Нет. Когда у тебя так мало ран, что ты в последнем профиле. Ты через забор едешь на один дюйм. Плюс D6 на Адвансе, да. Я не смогу переехать, блин. Никуда я не смогу отправиться. Я застрял там. Это... Почему так-то? Постреляли всего из пары пушек и все. Кошемар какой-то. Генокульт меня... И они еще и ходят первыми. То есть, они выйдут из своих резервов. По сути, у них два хода есть. Разбазаривание всей нажитой Дивгарден ценностей. Прежде чем я начну хоть как-то действовать. Потому что на первый ход, естественно, такой типа... Вперед, все. Первый ход Гвардии Смерти. И первое, что мы делаем, это вот сюда всаживаем орбиталочку. Рядом с Трис. Пусть... Пусть бежит. Неуклюже. И мы включаем еще и флеш-аутбрейк. Увеличиваем свой контегион на один ход. Кому-то что-то раздали. Фаз движения. Из-за ринки высовываются парни. Прокрывают нас с этой стороны. Потому что куча дипстрайки. Сейчас находятся три юнита. Плюс еще те, кто в резервах просто объезжает. То есть, вот там объезд в резервах. Три юнита в дипстрайке. Риночка сама подъехала сюда. Эта кинула на Адванс 4. И в сумме это вот так вот ее привело. Просто типа... Чтобы вы понимали. Надевти рейн в жопу. Шутинг фазу открывает этот ринг, который действует, по сути, может стрелять. Отстрелялась в этот ряд. Занесла 8 пятых сейвов. Смотрите, бель. И вот этот перекинь. Юша сегодня косплеит Лешу. Умерли 6 чуваков какие-то. Юха за кпшку переролил один сейв. Пятый откинул. И я блайтонинг использовал на этих пацанов. Тем самым использовал противника кпшки. Надо по 0 кп. Ледачок на мальчишек. Нормально. Первый ход. Что же я забыл, господа? Что же... Как-то мне подводит память? Нет, не на этот ход вспомню. Не на этот. И, видите, Маринка что-то пытается делать. Я пытаюсь как-то скринеться тем, что у меня есть. Но все это, естественно, порастет. Известно чем. Потому что у Ли есть отряд, который может выходить в трех дюймах. Не отскринешься. Просто вот этим всем, что у меня есть, не отскринется от отряда, который может так выходить. Да, они не могут после этого чарджить. Но у них как бы четыре огнемета. Они просто говорят, сдохните, вот эти твари. Моим культистам точно пипец, если они выйдут у них. Если выйдут у страй... И зачем страйк-тим я вытащил? Я, вот, пожалуй, я мозг забыл. Это как минимум точно вариант. Но, может быть, и не так. Второй ход генокульта. И они сходят две точки, но не больше, чем я. Пять очков. Знамя призывает обратно пацанов. Команд фазу. И я не сомневался, что вот сколько убили, столько и восстановили. Как-то партия идет очень предсказуемо. Фаз движения. Начинают парни, которые просто адвансятся. Кинули проду кол, но у них восьмой мув. Убегают максимально от удара туда. Девчонка тоже кинув нормальника на 12, вон туда убежала. И у меня насаживаются метаморфики. Пытался там культистами не дать. Я так отходил. Не записывали, но смысл в этом был. И они спокойно все равно выходят. Потому что могут в трех. И еще с правого фланга вышел рок-гриндер со вторым отрядом метаморфов внутри. Шутинг-фазу. Я сразу за КПЛЕ тут заявил дым. И он такой, ну и тогда глазом туда бамк пробил. Я кидаю шестой. Нет, вот если бы было не четвертая, то я его подкинул. Ну, как бы окей. Что поделать. Слишком много. Не взорвалось. Колы на высоту пацанов. Я в шоке. А вот этот сейчас подносрет. Нет, не подносрал шестерочка. Высадились здесь присты. Там высадился мой мухожук. Вы скажете, зачем подставляться под огнеметы. А у него прокачка только если он ближайший. Можно у него стрелять. Ариночка нас покинула. Увидев на столе пристов, неофиты. Сразу постреляли в них. Ничего, никакого эффекта не достигли. Все в молоко. И тогда гляв такой. Да-да-да-да. Он из всего. Один пятый отстабер... Не он. И опять плюс ФНПшечка тоже не она. А вот автопушки... Ну, короче, понятно. Никого не останется. Двойные ФНП идут, потому что второй дамаг. Остался один пацанчик всего. Далее метаморфы. Из хэндфлеймеров культистов занесли шесть... Десять, вернее, шестых. Мы не откинули, естественно, ни одного культистов, как я пропагал, сдуло. И альфа-джакалка пыталась дожать нашего приста, пробила накл, приролила за себя накл. В мораль фазу наш последний пацаненок проходит ледак. Да блин! Ну, что началось-то? Как бы первый ход показал, что я просчитался, был слаб в математике. Второй ход, типа, хорошо, что просто культистов убрали, они на точке стояли. Логичный ход. Не дайте мне скорить. Но, тем не менее, тем не менее, как бы неприятно. Просто было десять культистов, хоум-скоринг такой. Нет их больше. И этим отрядом надо заниматься. Причем не на сдачу. Вы помните, что эти парни восстанавливаются. Их надо убивать сразу. И окончательное решение вопроса, какого там, метаморфов, околитов и всех прочих. Либо не заниматься этим совсем. И в этом плане, например, мой электроприст, в одиночку оставшийся, ну, надо было все-таки в дипстрайк уводить их, как и раньше. Не живут они в ринге, ничего это не спасает абсолютно. Что-то я решил вместо них увезти боксов. И даст ли мне это плюс, не знаю. Потому что эти хотя бы при выходе могут пострелять. Просто я почему не стал уводить пристов, потому что я увидел эти горы, горы, трубсы, которые все заскринят. Я нигде не выйду. Смысл какой? Никакого, по сути. И сейчас этот одинокий прист, оставшийся, он что будет делать? Он в атаку идти не может. Смысла никакого в этом нет. Он, ну, бьет пару моделей. Они восстановятся. Обратно бежать? Так он не добежит. Он, блин, хрен знает, где находится. Причем, я не знаю. А, и приходится отступать нашему мухожуку, потому что, ну, а кто еще справится, кроме него? Не засовывать туда нашего брата-капитана. Брат-капитан это ударная сила. Ей нужно, как бы, прибивать к стене этих негодяев и мочиться на их точке, а не спасать наши в нашем диплое, к сожалению. Ну, в общем, крайне неприятная атака со стороны генокульта. И как ее перегнуть не очень понятно. Второй ход гвардии смерти. Получаем 5 очков только за эту точку. Та, отобрана, но это не имеет значения, потому что больше мы противника все равно не бы не набрали. И у нас сюда прилетает, ну, не прилетает, я не сомневался, что будет кол, значит, даже зданию 0 марталок. Почему это предсказуемая партия? Прямо мне уже скучно становится. Фаза движения. Вот эти упыри все садятся в ринку. Ринка выезжает. Здравствуй, fucking rock. То есть гуляв. Наш мухожок идет сюда вот к точечке. И этот парень кинул 2 на 2 на переролили на... Во, интереснее стало. Ну, типа сюда идти, это бессмысленно. Он тут умрет, даже если он кого-то убьет, они восстановятся. Это же классные пацаны. Я говорю, что он туда вот так вот отбегает. В любом случае на кладбище, ну, будет идти, вернее, нести его будут меньше. И из резервов маршем из-за края стола вышли бокс-волкеры. Они в девяти девчонки, ну, там почти 10, но все еще 9. И выскочил из дип-страйка наш брат-капитан. Не особо куда его можно поставить, но это вот лучшее место, которое на столе есть. И в конце фазы мы подумали, бессмысленно беречь череп, поэтому в них, короче, если я кину хотя бы на одном кубе, да, ровно 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть марталок пацанов, НП нет, ничего нет, ушли. В фазу магии наш мухожук. Миазмов пестелинс кастел на бокс-офф. Девчонка за релик на полный, на фейс стол может менять, пыталась менять, не получилось. Шутинг фазу открывает брат-капитан, который видит единственное, это гляфа. В него закинул один, четвертый, сейф. Вообще, единичка на пятерку, красиво. Риночка в гляфа из всего. Шесть третьих сейвов. Чинг, сняли целых две раночки. Остался в восьми раночках. Фаз черджей. Здесь подъезжаем, понятное дело. Тут, на девять. Тинька, пожалуйста. Переступили. Там, то же самое. Не знаю, как так выходит. Брат-капитан, несмотря на то, что у нее полный ролл ту хит ту вунт, из шести атака четыре, то есть пять лан занес. Парни убили девчонку, у нее минус ту хит, к сожалению. Занесли три четвертых сейва. Они все, пожалуйста. У Альфа варлор трейд на ближний бой. Она такая, да, да. Но, как бы, попала, но не пробила. А вот парни неплохо ответили. Брат-капитану занесли три вторых сейва. Ну-ка, нет ни одного. Риночка ничего не попало, а вот Гляф такой два раза попал. Один раз пробил, третий нормально. В мораль фазу парни кидает кубик. Ну, да, опять все хорошо. И в конце хода я по Моэле сделал новый признер, потому что набил пять, пять и пять, везде пять. Что же я забыл? Что я забыл? Я не могу вспомнить, но что-то я точно забыл. Как минимум, я забыл, опять же, мозг, потому что я, вот, не очень... Как бы в этой партии я понимаю с каждым ходом, что я принимаю какие-то максимально тупые решения, которые, как бы, ну, влияют на ее ход. И я ничего с этим сделать не могу. То есть я вижу, решение было неправильным. Я пытаюсь исправить, и следующее решение тоже неправильное. Я засунул страйк-тим, который не нужно было высовывать из ринки, и поехал, воткнулся в чужую ринку. Для чего? О, на следующий ход увидите. Для чего? Вообще страйк-тим очень сложно разыграть. Практически в одной партии я с этим ничего не смог сделать. Еще, как бы, все их боятся, потому что, типа, там, 20 выстрелов, и они толком не держат удар. Очень странные пацаны. И в очередной раз... Ладно, мы не будем забегать вперед. Просто я, как бы, задним числом-то умный. А вот так не очень. И, как бы, наш мухожук-то справился. Молодец. Но, опять же, только из-за сильного артефакта, который у него был. И я вот правильно поступил, что его потратил или нет, непонятно. Куда будут там еще резервы есть? Куда они будут пихаться? А так, как бы, тоже, знаете, опять же, если ты этот ряд не вынес, то он восстановится. И я, как бы, понимая, что артефакт это максимум мощи у мухожука, остальное, ну что, он гранатку может кинуть и немножко топориком побить. Хотя, опять же, может быть, так было лучше подтянуться к точке с помощью... Или не подтянулся бы. И, короче, вот прям, знаете, вот это ощущение, что ошибки начинают накапливаться, и ты ничего не можешь с этим сделать. Вот у меня сейчас такое. Но! Но! Есть плюс! И плюсы качественные. Мы оба черджа из дипстрайка, ну ладно, боксы вышли из резерва, тут сработало классно то, что у нас, как бы, вот такая вот была линия диплоя, соответственно, они могли спокойно выйти рядом с ней у кромки стола и напасть на эту девчонку. Мы отключили неприятную девку, и мы также врезались в отряд. Да, вырубить его сложно, они сейчас, скорее всего, восстановятся. Если помните, мы постреляли там в отряд ринкой, и, как бы, ничего это не дало. Но, тем не менее, очень классно вгрыз наш брат-капитан, и если сейчас его из глаза не убьют, он там может шороху навести. Но, правда, там очень много этих культистов, и все зависит от того, как я буду откидывать арморы. Но, все-таки, у него Tides of Shadows, он, опять же, находится в, сейчас, Area Terrain, соответственно, у него Light Car уже есть, у него будет минус 2 Hit. Не так-то просто будет его замочить, но посмотрим, что сделает противник. Главное, главное, девочку окружили, она опять выехала, что-то, типа, одна такая крутая. Если на тебя толпа зомби накинулась, не такая уж ты крутая. Третий ход гинокульта. Они получают только за эту точку 5 очков. Здесь убрали и восстанавливают парней здесь. Давай опять пятерочку, как всегда. Ой, нет, смотрите, впервые вижу бросок, который не влезает ровно в наш нарратив. Как-то получилось, не очень понятно. Поправ очка, восстановившийся парень заскорил точку, соответственно, еще 5 лишних очков получил. Хотели мы идти в фазу, но тут я такой, не-не, дожди, кп надо потратить до того, как ты меня нагнешь. Поэтому, там, один из характеров пригинил 3D3 вундов за кп. Фаза движения, отступают пареньки. Боялись, что в них катвендаун придет самого парня. Один кубик кинуть на шестерку, кто-нибудь умрет. Все равно обидно за свой кп. Трис убегает. Пацаны, наоборот, выдвигается вперед. Из резерва приходят околиты на точку и биофаг устает за стеночку. И из галяфа выходит метаморфа в руиночку. Пси-фаза, трис в брат капитана смайт. Такая, брюнг, 7. Попытаемся с помощью эгиса отменить. Отменили даже без эгиса. А второе заклинание было на этих парней после фаллбека стрелять и чаржить. Шутинг-фазу. Открыл бункер, гейзом не пробил. Два вторых с биг-шут. Фаллбекнувший отряд пострелял в брат капитана. Второй от сейсмик-кэнона. И марталка 5-й ФНП. Не 5-й ФНП, смотрите, что. От веб-пистолета. Второй отряд отстрелялся в нашего брат капитана. Из сейсмик-кэнона занес. Три вторых. Потом с галяфа. Граднайт леунчера. И с обычных болтеров. Метаморфы в чарж-фазу. Решили, пришли в ринку. Кинули 8. Уступают. Фазу ближнего боя. Начинаем с метаморфов. Они нормальненько так накидали ринки. 5-5 сейвов ни одного. 1-4. Где-то откинули? О, еще 2-й 4-й тоже. Его не откинули. В трех рангах наш ринк остался. Альфа-файт-ферст. Поэтому здесь тоже ударила первая. Два шестых ФНП занесла. Ничего не откинули. Вам не видно было, да? Ну, короче, не откинули. Умерло два пацана. Зумбики здесь ответили. И 2-4 сейва занесли. Ой. В двух фундах стала девчоночка. В конце хода сделан рейсд баннер здесь. И также еще инстигейт эту точку. 10 очков. Чего же я забыл-то, сука? Ладно, вы увидели. То, что случилось с моими замечательными страйк-тимовцами в ринке. Они не могут вылезти. И у меня не хватит КП на emergency disembark. Потому что наш шторм, да, отнимает наш КП. И если ты не потратил их в команд-фазу, то ты их уже не потрачь. Там к шутинг-фазе как раз начинаются всякие ответные стратегемы у любых практически кодексов. Так что лучше с этим не тянуть. Максимум пси-фаза. Это максимум, что ты можешь себе позволить. Потому что какие-то стратегемы на отмену мало у кого есть. У генокульта вроде как нет. Короче, неприятно все это получается. Потому что 10 пацанов никак не выйдут, когда мы вот так как-то встали. Просто 5-5 пацанов, 5 метаморфов, вылезших из вражеского Голиафа, заблокировали выход моих парней. А я как бы сам дурак. Ну то есть до этого, ладно, я их посадил в ринку, потому что рядом никого не было, куда стрелять. Надо защищать пацанов. Потому что опять же выйдут огнеметы, этих нахрен их выжгут. Но, возможно, не стоило чарджиться в Голиаф. Это была тупая идея. Я хотел его заблокировать там. Но, с другой стороны, мы все равно как-то стояли, мы бы под чаш попали. Но там бы все не окружили. Хотя Голиаф тоже мог подъехать. Хрен его знает. Но мне кажется, что я сам тут против себя сыграл сильно. Но наш боец-то жив. Нормально все с ним. Ни одной дырочки даже не потерял. Да от него начинают разбегаться. Но не так далеко, как можно было бы, да? И он может догнать и напихать противнику. Так что, как бы, тут мы начинаем немножко перебарывать. Ну, то есть, вернее, создавать неприятную ситуацию в диплое противника, с которой нужно что-то делать. При этом непонятно что. Потому что парень-то, как бы, с мощной защитой. И еще и мощно дает в рожу. Так что, Илья, давай. Булки сжимай. Пытайся слить. Хотя есть у него всякие варианты. Там и это, у колдунья. И опять же, он может фалбекнуться и пострелять. И всех восстановить. И глазом посмотреть. Ну, да, не всегда удачно. Но варианты есть. Третий ход гвардии смерти. Получили 5 очков. И здесь, как думаете, я с 7 кубов смогу установить на 3 плюс 2 пацанов мертвых. Ну, получилось, в общем. Спасибо. И на этом. Фаза движения. Здесь стоим. С этой стороны. Наш брат-капитан идет доделывать дела. Хотя, наверное, так надо достать. Вот. Посмотрим. Блин, не знаю, как лучше. Потому что вот этот неприятный парень. Здесь этот даже без адванса встает. Хотя, там может не по адвансу. Ну, короче, к точке. А наш мухожук, у него работа появилась. Надо как бы развлекаться здесь. Фаза магии. Мухожук. На себя. На себя мязмочку. Получилось. Пыталась девчонка запретить. Не хватило сил. Смайт в парней здесь получился. Попробуем, сколько двоих пацанов слезало в этом отряде. Ну, не то чтобы их, как бы, судьба. Ринка в упор из болтеров, к сожалению, не раз пробила. А вот схава к лаунчера. Один четвертый за парня в руинке. И еще один участный. Парень в руиночке. Стоял тут у стенки. Умер. Брат-капитана из своего мастер-крафта болтера пострелял в окружающих три из девчонок и мальчишек. Они получили три шестых. Сы, его один откинули. Два парня умерла. За флаг вернуться потом. Чурджи. И здесь наш брат-капитан кинул там шесть. Прибежал к пацанам. Хотя, блин, как ни беги все равно, вот эта херня в тебя будет смотреть, что делать. И здесь девять дюймов, как с куста. Да, нет, шесть, не дошел. Начались брат-капитаны. Он, естественно, пытался, пытался не добить пацанов. С трудом, просто пробираясь через колы, смог дожать. Ровно четыре занес. Далее ударила альфа. Ничего не смогла занести. А здесь ударили метаморфы. Занесли один четвертый командиром, да? На два дамана. Уванька, мы остались в одной. И гляп один раз попал, один раз пробил. И, естественно, кол. Высадить мы смогли только четверых вот так вот наших мальчишек. Они кинули четыре кола. И еще один номер. Зато зомбики накидали аж семь с его в теперь девчонки. Она кидает семь четвертых кубов. И проваливает уже два. Провалило. Да, собственно, и провалило. На этом она заканчивается. Мальчики отправляются на три дюйма вперед. И в конце хода мы захватили вот эту точечку. И получили за это пять очков по Tempest of War. Я что-то забыл. Что именно? До сих пор не понимаю. Ладно, смотрите. Какая проблема у меня. Я тупой. Я потерял отряд страйк-тимовцев просто на ровном месте. Тупо сам зажав их в углу. Качественно и надежно. И чем больше моих таких решений, тем ближе Илья к победе, к сожалению. Однако, у нас есть сильный довод. Это наш брат-капитан, который... Я тоже стараюсь тут. Вместо того, чтобы из болтера пострелять в тот отряд, он не умирал бы с четырех выстрелов. Ну, это очень хорошо, нужно попасть пробить. Я вместо этого типа такой... Ладно, я постреляю в другой отряд, где они восстановятся все равно. А этот я типа на удачу. Ну да, у меня полный roll to hit, to wound на моем мече замечательном. И они не кидают от этого сейвов. Но колов-то я накидать могу море. И я постарался, практически кинул эти колы. То есть из семи атак я вот четыре только смог донести. С трудом. Семь же, по-моему, у него, да? И да, только вот именно мощь нашего брата-капитана спасла меня от провала. Так я смог все-таки и точку заскорить, поэтому... Потому что мне выпало как раз там... Илья должен был назначить точку, естественно, самую дальнюю. Вот эту я к ней пришел. Я ему тоже назначил самую дальнюю, на которую он упал другими околитами. И как бы развлекается с моими пацанами. К сожалению, мухожуку он такой думает. Ну все, я выкинул череп, все будет нормально. К нему тут падают. И те, и сей, и метаморфы, естественно, сейчас пойдут. Развалив нахрен на мой ход моих пацанов. Там добить этих трех вообще ничего не стоит. Но наши паксы освободились. К сожалению, на мой ход. Это немножко обидно. Потому что сейчас, опять же, к ним пойдет десятка. И им будет плохо. С седьмым армором не живут, я слышал. Четвертый ход гинокульта. Они скорят две точки здесь и здесь. Но не больше, чем я. Потому что я вот эту и ту скорю. Кинув ровно два, прям цинично здесь стали два пацана. Ну а здесь автоматом один поднимается до три. Чуваков встают. За знамя. Фасдвижение. Вот эти вот неофиты. Вместе с Трис отправляется в далекое путешествие к зомбиам. Странно, но как бы кто мы такие, чтобы осуждать тех, кто идет навстречу зомби-апокалипсу. В моем диплое метаморфы. То есть нет этой гибриды. Калиты. Калиты. Запутаться можно очень легко. Двигаются сквозь кладбище. Им в целом кайф. А биофагус наступает на точку мою. Метаморфы замещают на точке своих братьев. Фаза магии. Трис хочет на пацанов скастить. Плюс одна атака. Выкинула одиннадцать. И смойтец в зомби. Этси, что тоже одиннадцать, потому что плюс один за тот же в релик. Все там. Так, я не знаю, что там выпало. Отмена такая себе. Получилась у нашего брат-капитана. На пять получился смайт. Шестые ФНП у наших мальчишек. Смотрите, что. Умерло только четыре. Шутинг фаза началась с того, что посмотрел сюда. Посмотрел. Мы откинули наш инвулец. А из Биг Шут постреляли в наших боксов. И я еще один что-то откинул. Еще двое погибло. А калиты из ручных огнеметов. Что-то пятнадцать. Какое? Семнадцать атак. Прочили девять третьих сейвов. Мы проводили целых три. Наш мухожук в двух ранах остался. Метаморфы отстрелялись в страйк-тим. Два третьих сейва. Один провален. Один номер. Голиаф. Достреливает пацанов. Три. Четыре. Еще один номер. Ваза Чарджей. Акалитики на четыре дюйма. Пытается мухожика прийти. Кинули. Двенадцать. Ничего себе. Просто монстры какие-то. Перебежали. Бедного парня. Биофагус. За стенкой в электропоиста. И доходит легко тоже. Одиннадцать. Там, конечно, за стенкой будет воевать с ним. Неофиты на шесть дюймов. В паксов сюда. Хлопайсь. Уж дошли. И Голиаф на шесть дюймов. Приехал к парню. Близне бой. Начали неофиты в паксов. Семь шестых ФНП. Само собой ноль. Убили нахрен. Акалиты против мухожука. Занесли один четвертый с большим дамагом. Нормально. А теперь хотя бы один откинуть. Оба откинули. Ничего себе. Вообще все пережили. Я шокен. После этого Биофагус в нашего приста. Занес ему. Два пятых инволя. И по Д3. По Д3 это четыре пятых ФНП. Не. Даже близко ничего не было. Мухожук ответил на три шестых сива. Пацанам. Бинь. Один откинут даже. Двоих убил. Потрясающе. К сожалению, баксы не выдержали натиска. Там все стреляло. То есть, только в глазик посмотрел, опять же, в нашего чемпиона. Нургла. Нового. Свежего. Не очень удачно, опять же. Остальное все смотрело в боксов. Но что с этим сделаешь? Как бы все равно запас по прочности. Несмотря на то, что наш брат капитан там все нарезает. Был. Для десятки какой-то там пацанов. То есть, еще стрельбы они начались. Уже половина отряда ушла. Потому что хорошо кинули смайт. К сожалению. И я на самом деле удивлен Мухожуком. Я-то думал, он скончается. Особенно, когда просто в него хуча огнеметов. Причем третья сила какая-то с Санэ в пятую Тафну. В других редакциях вообще бы на 6 плюс пробивало. Сейчас, конечно, на 5 плюс. Но он даже чардж выдержал. Там было всего лишь три, по-моему, сейва. Но как бы я был удивлен. И это открывает для нас некоторые возможности. Все-таки, да, брат капитан очень мощный. Ему ничего не страшно. Но ему Хожук тоже как бы не пальцем деланный. Четвертый ход Гвардии Смерти. Получили 5 очков за эту точку. Здесь включаем статиенку на в себя Морталка. У меня осталась одна жизнь. И 2-3 Морталок пацанов. 4 Морталочки. Ну, парни умирают. Фаз движения. Здесь фалбек. Вот там внизу, короче, стоит этот брат капитан. И вот так вот идет. И говорит, девчонка, привет. Мухожук, освободившийся, приходит к Биологусу. Фаза магии. Сюда. Мойтец. 7. Отмена у девочки. Но я так и знал, что она наконец начнет отменять. Ладно, а смойтец тут. В уже 9. Надо 3, 2. Остался в 2-х ранах Биологус Патрифайр. Хотелось бы, но нет. Брат капитан из Мастер Крафта Болтера. Сюда. 3,6 слива. Девчонка умерла. Девчоночка умерла. Фастер Джей. Мы нашим петушком чаржимся сюда. 7 дюймов. Этого достаточно, чтобы прийти вот так вот к точке сюда. Не здесь. В Патрифайр. Ух ты. Как-то вот так вот стали. Мухожук ударил первым. Занес 5,6 сливов. Закончил жизнь. Биологус. Брат капитан в бункер, естественно, бьется лучше, чем в обычных парней. 5 занес 6 сливов. 7 осталось жизни Паинка. И в конце хода брат капитан приносит нам 5 очков, потому что бихайный билайнс наконец-то сделал. Что-то наши персонажи начинают ж... Персонажи. Подождите. У меня должно быть 3 пер... Где мой последний, третий персонаж хирург? Я забыла. Я за... Сука. Я вспомнил о нем только сейчас, когда такой, типа... Па-па-па-па-па. Да. Я не знаю, как, если честно, перед вами оправдаться, что без хирурга я играю всю партию. И как бы она идет крайне на тоненькой, а я без целого юнита. Зачем я поддаюсь противнику? У меня нет оправд... Либо я таблетки не... Хирург, он может лечить. Он может калечить. Он может артефактами какими-то что-то делать. Мы же опять же тратим все возможные КП перед партией. И так как у меня... Мы вернулись обратно из Нефилима в нормальное положение вещей. У тебя артефакт и Варлорд Трейд на твоем характере первом бесплатные. А потом можно сделать... Хотя нет, подожди. У нас как бы по одному это можно добавить только было. Получается ничего... Тем не менее, лечить, калечить, с точки скорить. Так его и не так-то просто убить, наверное. Ну, посмотрите, справляется же наш мухожук. Мне такая злость на себя взяла в этот момент. Это просто какая-то жесть. Вы чего? Да как можно так играть? Я... Возможно, проигрыш в прошлом туре. Я, честно, такой уже как бы... Ну, главную задачу по смещению Михаила с его пьедестала я провалил. И остальные победы, поражения уже не важны. Возможно, дело в этом. Но, тем не менее, наши персонажи, которые есть, это двигатели всего прогресса. И какие-то кинокульты по барабану. Спокойно отменили очень важную, наверное, особенно при таком равном счете, миссию по... Блин, я MailStorm хочу сказать. Давайте MailStorm так его называть. Нужно было к концу следующего хода оппонента, то есть к моему, свою точку скорить. И так как она как раз по этой миссии была поскорена трупцой, ну, вернее, Objective Secure отрядом, то она сохранялась в заскоренной. Но мой пришел герой и отобрал ее. При этом бьется с бункером вражеским. Он продолжает в нее стрелять. Ну, сейчас продолжит. Но ему все равно на это. И, как вы понимаете, на следующий ход мы сможем тоже в команд-фазу нашу КПшечку потратить с умом. Не просто на какое-то говнище, а как сейчас с Мухожуком, просто два до три марталок всыпать в этот бункер, посмотрим, переживет ли он и освободится. Хотя это уже будет пятый ход, и не так все это будет важно, на самом деле. Вот то, что сейчас мы противнику не даем скорить точки там, все дела, это да. Пятый ход генокульта. Пять очков за вот эту точку. Раздвижение. Идут к точке. Вот эти парни. Голиаф едет в центр. Стрельбу открывает бункер глазом. Четвертый инвалидец есть. Вторые сейвы от этих тоже. Он накидал кучу шестерок. Э, я такой, типа тоже кучу шестерок. Голиаф в нашего страйк-тимовца занес третий сейвы, один провален. Последний зомбяг умер, к сожалению. И неофит, постреляли в печку, занесли один четвертый. Ну и откинули. Брат капитана доблестно бьет в бункер. Три шестых сейвы занес. Остался в четырех лондах. И метаморфы заявили экшн-рейс, миссионные сломали эту точку. Ну и где-то здесь Илья словил жуткую дисмораль. Плюс у него еще какая-то мигрень началась. Он сидит такой... Брат капитан. Кто вообще спейсу выдал брат капитана? Напоминаю, мы выбирали между тремя терминаторами и братом капитаном. Одним терминатором. И как бы там было больше ран и больше атак. При этом кастить смайд в рожу они все равно могли. А этот одинокий парень. Но с другой стороны на него можно повесить артефакт и Warlord Trade. Фринпэшка тут нам ни разу не понадобилась. Мы всегда откидывали. Ах, мох. Но вот артефакт, который не то чтобы... Блин, реально мне так раздражает это. Два плюс попасть. Три плюс пробить. С полным реролом. Все равно половина атак куда-то пропадает. Ты сначала два кала кинешь на попасть. Один не сможешь преролить. Потом на пробить тоже. И все. Дошло три. Но тем не менее он все равно справляется. Он держится. Он как бы ни грамма рот, ни сантиметров в жопу. Отличный парень. Вот так вот. И как бы ничего, собственно, Илья тут не помогает. Да. Ну, еще странное решение в плане убрать рейзом точку. Получить за нее пять очков в конце партии он сможет. Это экшен, который миссионный. Но Илья-то остается при одной точке, а я при двух. Сколько, думаете, я очков получу за две точки? Правильно. Плюс пять очков. Те же, которые он за рейз. И, то есть, странное, на самом деле, действие. Последний ход гвардии смерти. У них внезапно две точки против одной. О, генокульта. Это десять очков. И в команд фазу мы тоже езаем нашу кпшечку, чтобы дизизит инфлюенс сделать 2д3. И шесть марталок в бункер. Взрыв! Сломали бункер. Не знаю, зачем это на самом деле сделали, но сломали. Ну и на самом деле нам двигаться не надо и ничего делать не надо. Здесь мы делаем телепорт хамер во вражеском деплое. Получим здесь пять очей. А там у нас дефент стронхолд происходит. Еще пять очей. И за рейз в конце партии пять очков дают. Вот точку, которую сломали. Но, правда, все равно счет не поменялся особо. Жесткий брат-капитан. Просто бункер завалил. Я-то думал, я в лучшем случае ринка его заткну и попытаюсь что-то сделать. Ринки не доехали. Были перехвачены еще в моем, нахрен, деплое. Или где-то разбились о вражеские гляфы. Брат-капитану ничего не нужно. Никакая подмога. Он просто ван-мен-арми пришел. Еще теперь, имея классные стратегемы Девгарда, просто сыпет говна из рта своего этого вонючего. И ломает бункеры и прочие бастионы нахрен все ровняют с землей. Классно, классно. И надо сказать, что мне еще по миссиям повезло. Потому что мне досталась та же миссия, как у Ильи. Типа, что-то там стронхолд свой беречь. На нем стоит мухожук мой. И он как бы скорится к концу вражеского хода следующего. Либо к концу партии, если она ступит раньше. И я хожу последним. На пятом ходу эта мне миссия пришла. Я такой, о, я на точке свою стою. Пять очков. И вот ровно на эти пять очков я и побеждаю в результате. Здесь, конечно, несколько факторов. Опять же, например, я эту миссию не дал поскорить оппоненту. Бум. У нас была бы как бы ничья. Да? Я что-то еще... А, сделал... Сделал миссию на то, чтобы все-таки в диплой зашел. Да, например. Ну, короче, все очень было рандомно, на самом деле. И опять хочу сказать, что в этой партии, в которой я поддавался, получается, и все равно выиграл. Но, тем не менее, все равно все могло быть совсем по-другому. Куча рандомных вещей. Куча ошибок с моей стороны. Со стороны Ильи, сложно сказать. Были бы у него какие-то ошибки, потому что он действовал по ситуации. И в целом грамотно. Да, он как бы упирался где-то в мои сейвы. Но не так, чтобы много закидывал, опять же, моему брату-капитану. Ну, на то он и брат-капитан, на то у него четвертый инвалид, чтобы его откидывать. Второй армор, чтобы его откидывать. Правильно? Правильно. И у него не так много там какой-то мощности любые. Ну, да, он раз ход смотрел на него глазом. Ну, знаете, вот я на вас сейчас смотрю. Вы испытываете проблемы? А у меня глаза целых два, если что. Радно, конечно, глаза у меня не горки-морки. Почему не сделать такие имплантанты? Может быть, да. Короче, на тоненькой. На тоненькой. Вот как в прошлый раз, когда мы с ним встречались. Я выиграл только за счет того, что у меня была странная удобная миссия. Так неприятная там была, на самом деле, этот шторм, который ты должен скорить был вражескими юнитами точки. Помните, мы как раз сыграли партию с Ильей. И в этот раз опять на тоненькой. Но круто, мы же этого хотели добиться, когда делали эти изменения по парингам. Я вернулся назад, в прошлое. Увидел новые юниты, увидел эти толпы со знаменами. Даже кого-то поубивал, несмотря на эти знамена. Ну, да, они периодически устанавливались, но я знал, что они устанавливаются. Я там просто на сдачу стрелял. Хотя Ринка, помните, шесть долбила. Это было как бы... Ничего это не было по факту. Ну, ладно, я могу еще тут долго рассказывать вам. Вы сами все видели. Припишите, пожалуйста, какие именно таблетки пить для памяти. Потому что забыть своего хирурга, который, очевидно, здесь бы сыграл крайне неплохо. По крайней мере, я подумал выбрасывать его вместе с братом-капитаном, чтобы лечить брат-капитана. Но я думаю, что тогда бы Горг смотрел или Морг у хирурга. Хирурга кончился. У него 4-го января, как вы понимаете, нет. Либо он в ринке сидел. Тут куча вариантов, на самом деле. Куда, что кидать. Я об этом не думал, потому что забыл. Ладно, я понял. Вы хотите набрасывать юниты уже. Вам все это неинтересно? Этот скулеж старческий. Так что, давайте накинем юнит. Я уверен, будет говно. Либо спам, либо ринка, либо культисты. Реан начинает первый, кидая до 20-й на прокачку своего жесткого... Великого варлорда. Сейчас бы его еще найти. Вот он и до 20-й. Зомби охуна. 7. Это реролл единиц на 2хит. Реролл единиц на 2хит у меня уже был. Будет еще и на 2хит. Ну, раздавать, в смысле, на 6 ты можешь раздавать. Да, я на 6 дюймов могу любому юниту раздавать. Прекрасно, отличная прокачка, удобная. Продолжаем. Двигаемся уже к юнитам. У меня там 4 слота открытых. У меня, как бы, флайов нет, фортификаций нет, трупса и элита закрыты. Д8 на качестве слот. Да. Кидаем. Это у нас 4. Это дедикейты транспорты. У меня, собственно, один дедикейты транспорт. Это Голиаф. Мужик. У меня уже один такой есть. Классная машинка, удобная. Возить не кого-то можно. Но, я думаю, ее мне не дадут. Поэтому сейчас будем смотреть, что кидать дальше. Один слот мы закрыли только что, поэтому осталось 3. Кидаем D3. Это 3. Это хэви-суппорт. И там у меня тоже ровно один юнит. Я уже смотрел этот репорт. Как-то вот что-то интересно, что мне пореролить. Очевидно, комиссия сказала реролить хэви-суппортный. Поэтому снова D3. Я не сомневался. Это опять же он. И ты получаешь, видимо, опять транспортный. Наверное, да. Сейчас мы спросим комиссию. И, наверное, да. Теперь я. У меня 2 броска в прокачку. 5 и 3. Тройку реролю такой уже было. 11. И такой тоже есть. 10. И это тоже есть. 9. Все, мешаю. А восьмерка. Кол. Кол это мой любимый результат. Это обсек. И мой варлорд будет считаться 5 моделями. Будет прибегать, всем срать. Еще и все дискорить. А? Красавчик. Я в батальон провалился. У меня 7 слотов. Сейчас будет куча ринок, боксов и прочего говна. Трупса. Три варианта трубсы. И это первый. Вы были культисты. Я уже понимаю, что в принципе получу. Видимо, весь конец сезона будут одни культисты. Получаться и 7 очка. Интересный выбор. Как это по нашим соображениям печка так сильнее все-таки будет, чем культисты. Поэтому варьерол печки на шестерку. Это Рина. Пошло все лучше, чем я ожидал. Потому что я думал будет между спавном и культистами, например. А, и ринкой, да. Так что получилось все-таки ринка или культист. Но зато как бы я ничего не буду покупать. Культистов мне отдают. Я просто трупсой всех... Будут идти штабеля упырей и всех ломать. Так, стоп. Это очередной пример торжества человеческого мозга над хаосом вселенной. Потому что в какой-то момент уже после партии я такой... Что-то не сходится тут концы. Потому что... Я же в прошлой партии получил культистов. А по правилам этого сезона нельзя подряд получать один и тот же юнит. Да? Да. Короче, мы такие типа... Стали эту ситуацию отыгрывать назад. Получилось, что у меня выпали не культисты, а плагмарины. И плагмарины, естественно, гораздо более крутой юнит, нежели печечка. Да? Естественно, не печка была приролена на ринку. А плагмарины были приролены на ринку. И мне дали печку по решению студсовета. Я такой... Ра, печка! Я подумал, не, ну две печки прикольно. Просто все окружить этими печками. И от одной все время убегают. Но как бы от двух уже не убежишь. Особенно на маленьком столе. Но потом я вспомнил, что у нас в урне сто пудов валяется куча очков. И у меня была давнишняя мечта Ноктилит Краун этот взять. Потому что там меняются кейворды. И, естественно, уже я получаю инвуль от этого очка. Как раньше, когда-то же был такой, да, по-моему. Очко давало на руглитом. По-моему, я играл этим говном, когда ездил по городам. Или не этим. Но не важно. Короче, беру очко. И мой бесполезный маг, я не знаю, как это у меня, мой рот смог сказать, а брать к питанию после особенной этой партии. Но он сможет свое бесполезное заклинание на увеличение дмога на своих мечах. И то в конкретный только юнит. Менять. Потому что он может пройти тест на ледак. Если прокинуло, то есть на двух кубах выпало меньше, чем у него лидерство. То он может из той же школы, из Санктика взять что-нибудь другое. А я думаю, что там есть вещь поинтереснее, чем второй дамаг, согласитесь. Ну, увеличение плюс третий дамаг у него на мечах будет. Вернее, из Домино с дисциплины. И там, во-первых, есть Gate of Eternity. То есть можно перебрасывать себя, что для парня, который... Хотя, да, то есть это получается по-другому игра будет идти. Я не буду запихивать его в Deep Strike. Я буду начинать, например, на столе. Проходить на первый ход теста ледак. Так, менять на Gate of Eternity. Это получится то же самое. Зачем это применять? Хотя, нет, даже дело. Он меняет себе на Gate of Eternity. Куда-то прыгает на второй ход. Там начинает рубить всех. Все такие, блин, это же тот самый брат капитана. Разбегаемся. А он опять тебя загейт куда-нибудь в другое место. Охренеть, да? Плюс, как бы, есть еще какой-то там Storm или что-то еще, что делает 2D3 Морталок в целевой юнин в ближайшей, в 12. А все в трех дюймах от него получают по Морталке. Как вам такое? Ну, четвертый инвуль у него и так есть. Больше на него, наверное, никого сказать не может. Или мы проверим это, кстати. Выясним у наших организаторов. Кейворды в спилах меняются? Или нет? Потому что, типа, там, Psyker Grey Knight Unit. Если Grey Knight Unit меняется не в Guard Unit, то это все равно бесполезно, потому что у меня Psyker еще только мой лорд. И у него и так четвертый инвуль есть. Так что можно ли выяснять этот вопрос? И еще из важного можно менять Tide для себя. Хотя, наверное, кроме как вот этот Tide of Shadows, в котором ходит постоянно Брэд Капитан, то особо больше никакой не нужен. Он его спасает дичайше абсолютно. Потому что пока он по каким-то руинкам бегает, на нем минус 2 hit висит. Это неплохо, неплохо. Но в любом случае появляются варианты. Плюс, как бы, мой мухожук тоже может менять заклинания. Да, у него, как бы, лучшее из всего, что можно взять у Девгарда. Но вдруг, под какую-то конкретную партию, мне понадобится какой-то другой спел. И такая возможность у меня будет. Поэтому, конечно, очко со своим инвульом с возможностью заменять спелы для ростера, где есть 2 Psyker. Мне кажется, отлично пригодится. Субтитры сделал DimaTorzok И подпишись.